Прощенное воскресенье Сегодня перед Великим постом А чего ты одевший? Зачем такая теплая? Не сбрось Господи Иисусе Христе Сыне Божий Благослови наши занятия Варвара уже большая Россия Если не пишет Варвара 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 Чуть-чуть там ошибся А так Давай Иоанна 5.39 И следуйте писание Ибо вы думаете через них Иметь жизнь вечную Они свидетельствуют о мне Правильно Иоанна 5.39 Кто в прошлый раз Не записал Вы сейчас записывайте в тетрадочки Смотрите У нас уже с завтрашнего дня Начинается пост Пост Вы знаете У нас два стиха Которые я задавала Я их уже знаю Ибо возмездие за грех смерть Помнишь этот стих Вы их всех знаете То есть вы их легко повторите А кому они не знакомы Значит выучите Если особенно пропускали Пропускали занятия Тогда вам нужно будет выучить Шесть стихов Посмотрите Что в тетрадочках Мы записывали У братьев и сестер Подглядите И в группе ватсап Мы их выкладывали все Это вот после Рождества Там какое число было То есть два стиха Получается у нас в феврале И вот четыре стиха в феврале Четыре воскресенья было Угу Договорились? В прошлый раз у нас лучше всех Написала Ефросинья Андреевна Получила Небольшое поощрение Да Ксюша и Красинья написали Они без ошибок написали полностью Хорошо написала Ливия Написал не помню Нестер По-моему тоже неплохо Вот Ну кто плохо написал Они знают Они подтянутся в этот раз Да Она пишет хорошо Выучит Потому что стихов намного меньше Чем в прошлый раз было Там по-моему двадцать было стихов А сейчас шесть всего Так Вот он этот стих Кто не написал Сейчас я вам дам Перепишите себе Давайте мы все вместе скажем Этот стих Исследуйте Писание Давайте хором Исследуйте Писание Ибо вы думаете через них Имеет жизнь вечную А они свидетельствуют о мне Исследуйте Исследуйте Писание Ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную А они свидетельствуют о мне Иоанна 5-39 5-39 Ваня скажи почему здесь написано Писание во множественном числе Потому что в Библии не одна книга А семьдесят семь Семьдесят семь Здесь о всех семидесяти семи говорилось Нет В тот момент не о всех семидесяти семи А говорилось Именно говорилось О законе Моисеевом О пяти книжи И еще об остальных То есть о книгах Соломона Нет Ну ты как их одним словом сказать О Ветхом Завете О Ветхом Завете Верно О Ветхом Завете Речь шла Эти слова в России Кто сказал А они свидетельствуют о мне То есть здесь кто-то о себе В этом стихе Это кто говорил Чьи это слова Христос Христос говорил Это же Евангелие В Евангелии приведено место От первого лица он говорит А они свидетельствуют о мне То есть книги О которых Ваня сказал Ветхого Завета Свидетельствуют о мне Это говорил Христос И он говорил о себе То есть не о мне А о себе он говорил Да Он говорит о мне То есть он имел ввиду что Книги Ветхого Ну это мы сейчас его называем Ветхий Завет Тогда не было деления Да Уже нового то не было еще Еще Христос жив Еще Новый Завет Не был написан А что именно он имел ввиду Как понять Что в Ветхом Завете Говорится о мне Вот Ваня начал перечислять там Пять книг Моисея Там Бытие Исход Потом там другие книги Число Леви Число Старозаконие Царство И книги пророков Псалты Да это все Ветхий Завет Почему он говорит А они свидетельствуют о мне Что это означает Почему он сказал А эти книги свидетельствуют о мне Что Как это понять Ну как Там вот например Говорится там О Давиде Да Второе царство Писце Или там Как вышли из Египта Причем здесь Христос Там разве о Христе говорится Нет Или все таки говорится Леви Как ты считаешь Почему он сказал Исследуйте Читайте Учите Он им говорил Там говорится Обо мне Учитесь на чужих ошибках Нет Он прям конкретно говорит Обо мне Не про ошибки Нет Про Давиде Там как Учитесь на ошибках Но в основном Все книги Они все книги Поучительные Исторические Поучительные Назидательные Ну почему Он сказал так Что обо мне Были же пророчества Пророчества Правильно Там были пророчества О Христе В этих книгах Было Большое количество Пророчеств О Христе То есть вот читаем Читаем И обязательно есть И потом эти все Пророчества Приводили Пример И Христос И приводили Апостолы Когда учили Они все время Из Ветхого Завета Они же не могли взять Еще раз говорю Новый Завет Его еще не было И они все время говорили А вот В Писании сказано так В Писании сказано так А это о Христе Это про Него Дева Родит Про кого? Про Христа И так далее Очень Много пророчеств Можно Будет как-то даже Занятия сделать Специально Выписать И все подумают Вот об этом Какие пророчества Из Ветхого Завета Говорили о Христе И все они Сбылись На Христе И он говорил И следуйте Посмотрите Разберитесь Ведь Вот мы взяли Из Нового Завета Иоанна 5.39 Этот стих Что вот сказал Конкретно Христос В том месте В тот час Да? Но Ведь в Новом Завете У нас Не все слова Христа Собраны Правильно? Ведь невозможно было Все Все что Христос делал И все что говорил И какие чудеса Совершал Все уместить В книге Нового Завета То есть Не вместили бы Никакие книги Всего Что он из себя представляет Вот Эта личность Сам Бог Сошел С неба на землю Поэтому что Он может быть Христос им все Наизусть Привел эти места В тот момент Просто это Не было записано Мы сейчас Не знаем как там Это все было На самом деле И Много всего Было сказано Много примеров Приведено Много чудес Совершено И Новый Завет Создавался Очень Очень Сложно Долго И были Ложные книги Недостоверные книги Которые были Отметены Отделены Отделены То есть Их не приняли Понятно А остались Вот эти Они Именно создали Которые мы сейчас имеем У себя в руках Канон Нового Завета Который Сформировался Достаточно долго То есть Несколько Столетий Ушло Чтобы В том виде В котором Мы сейчас имеем Было много написано То что писали И другие ученики И посланий Было много И Евангелий Было много А мы знаем Четыре Евангелия Полина Скажи какие Евангелия Мы знаем Которые включены В канон Нового Завета Ну говори Говори Какие не скажешь Вот Полина Давай От Луки Евангелия От Луки От Матфея От Ну вот Мы сейчас Вот учили От От Иоанна И от Самая короткая Евангелия От Полина Подскажет Какое Полина Забыла Самая короткая Евангелия Знает у нас только Нестор Вопросе Правильно От Марка Правильно Сама вспомнила От Марка От Марка Вот эти четыре Евангелиста Были приняты И мы их Изучаем Они Кажется что они похожи На самом деле Они разные Потому что они были написаны К разным Людям Кому они были Обращены И поэтому они Немного все По разному Но если первые три Похожи То и Евангелие От Иоанна Оно вообще другое Оно такое своеобразное Оно такое Философское Богословское Очень Интересное Красивое Евангелие И А самое простое Какое Самое такое Доступное Легкое Понимание Считается От Луки Да по нему По нему фильмы Снимают по Евангелии От Луки Детские Мультфильмы Оттуда все фразы Берутся Считается что Более Понятное Для Легко Понять его Так У нас сегодня Молодцы Стих выучили Учим К следующему занятию Готовимся Учим Учим Стеки Обязательно Местописание Где Где С большой буквы Где Знаки Препинания Все будет Учитываться Чем лучше Точнее вы выучите Тем выше будет балл Повторили Теперь Поговорим Какой сегодня День Какой сегодня День Так Ну почти все знают Тараси Варя ты знаешь Сегодня какой день Мама не говорила Почему Мама не Поговорила Какой сегодня День Очень интересный Сегодня день Необычная служба Будет дольше Чем обычно Не знаешь Да Ну вот сейчас Слушай внимательно Так Кто у нас Тарасий руку поднимал Прощенное воскресенье Прощенное воскресенье Правильно Все так же считают А кто объяснит Что это такое Прощенное воскресенье Запомнила Прощенное От слова какого Простить Так Простить А кто кого прощает Все просят У ближних прощения Всех просят У ближних прощения У священника прощения Просят Так Правильно А зачем И почему именно Вот сегодня этот день Почему Вот он не был там Например Например 1 января Он был А не 1 марта Ну он каждый год В разную дату Выпадает Так Так И фросиня знает Вот идут на исповедь Да Сначала они готовятся Говорят Гавеют То есть постятся Больше занимаются Духовным Чем обычно То есть читают Больше Назидательные книги Священное писание Как правило Пост Увеличивается Молитва Делаются Поклоны Земные Поясные И Человек Готовится К Исповеди Исповеди То есть В раскаянии своих грехов И затем он причащается Но Прежде чем Человеку причаститься И приступить К чаше И К очищению То есть К исповеди И затем К счастью Он должен примириться Со всеми Да То есть Прежде чем Ты не помиришься И с кем-то во вражде Находишься Не примиришь Это обстоятельство То И твое Покаяние Пред Богом Не будет Таким Искренним И таким Настоящим Как в молитве Отче наш написано Об этом Да Прости нам Долги наши Как и мы прощаем Если мы не прощаем Если мы держим Обиды Злобы То точно так же Тогда нам не простит И сам Господь Наши грехи И прегрешения Да Долги здесь Можете подставлять Слово грехи Прости нам грехи наши Как мы прощаемся Грешившим против нас Если мы Не примирились Не Здесь конечно Мы общее примирение Да Такое мы у всех Ну если Есть конкретно С кем-то Какие-то отношения То нужно С этим человеком Конкретно И примириться То есть Вот это общее Это общее Ну как бы такой Традиционный Такой Жест прощения Но Лично Никто не отменял Понятно? Особенно Мы кого Больше всех Обижаем В своей жизни Больше всех Мы обижаем Своих ближних Мы их не замечаем Мы их Больше всех обижаем Мы Не Благодарны Прежде всего Самым-самым Родным и близким И чаще всего Мы именно Их и обижаем И считаем Что у них то и Может быть Прощения то не надо просить Да? И вот У близких Попросить прощения С кем Кого обидели Делами Своими словами Дерзостью И так далее Понятно? Поэтому Вот такая Традиция Сложилась Что накануне Великого Поста То есть Накануне того Что мы будем Говеть Причащаться И исповедаться Прежде всего Мы должны попросить Все у друг друга Прощения Это день Прощения Сегодня Я тут вот была Зашла на рынок И там Ну таджики Или узбеки Я не знаю кто там Торгует и говорит Ой у вас завтра Это праздник большой А я так Говорю Ну как вообще-то Это не праздник Это вращенное воскресенье Это такое Дамы отмечаем Прощенное воскресенье Но сказать Что это Ликующий Как все принимают Этот праздник Праздник Это веселье Да? Какая-то Радость У нас наоборот Это вращенное воскресенье Он так на меня Смотрит и не понимает Я потом понимаю Про какой он праздник То говорил Про какой праздник ты говорил на рынке конец он про масленицу говорила я даже вообще не поняла что он мне совсем про другое там все готовятся оказывается с них там деньги собрали они там будут проводить гуляния народные а уже время назначила сколько чучела сжигать будет все и а у меня и вылетела из головы это о том что о чем мы с вами говорили да вот эти вот хороводы вокруг чучела объедение и так далее но мы православные христиане мы всю неделю готовились блинчики все ели блинчики мы ели блинчики мы тоже отмечаем эту маслицу мы и отмечаем по православному они по язычески да мы православные все начинают петь учите стихи тетрадочки все сегодня заберите домой чтобы стихи все повторить они у вас сейчас давайте помолимся господи мы благодарим тебя мы благодарим тебя господи за наш храм за то что у нас есть возможность здесь собраться помолиться изучать слово твое проводить занятия господи помоги нам и нашим детям дать кубка веры искреннего покаяния тебе за всю славу хвала чести поклонения отец сын и дух кто-то снимают и и и и и и и и и Исполняющего от искрения живот Твой, Венчающего Тебя милостивящих ротами, Исполняющего в обладе желания Твое, Отновится я, кора юность Твоя, Твоя. Милостыне Господь, если бы всем обидимым, Сказал, уничтожи Своя Моисей, Сыновом Израилем, хотенье Своя. Чемплей милостив Господь, Долго терпелим и много милостив, Не до конца промерется, Ниже век прождует, Не по беззакониям нашим сотворил и снам, Ниже по грехам нашим воздал и снам, Якобо высоте небесне от земли, Утерпелим и господь милостивно боящихся Его. И, господь, остался от запах, Удаляйся от нас беззакониям нашим, Якобо щедрит эти цены, Пусть щедрит Господь, боящихся Его. Якобо познат создание наше, Помянуя копеек с весьма человек. Якобо дни, якобо цинь сильный, Какобо цвете, Якобо дни мне не будет, И не познает тому место своего. Дни лыжи Господня от века и до века, На боящихся Его. И правда Его на сыне, Сынов хранящих за лет Его, И помничих заповедей его творития. Господь на небесе у готова престол свой, И царство своего всеми обладает. Благословите Господа все ангелы Его, Сильные крепости творящие Слово Его, Ослышит и благослови с Его. Благословите Господа все силы Его, Слубь Его творящие воли Его. Благословите Господа все дела Его, На всяком месте владычество Его. Слава Цвете и Святому Духу, И ныне и пресне и во веки веков. Аминь. Благослови, Душа моя Господа, И вся внутренняя моя, Имя Святое и Бог, Благословите Господи. Пойти, пойти, миром Господу помолимся. Господи помилуй. Благослови, Боже, Твоей благодатью. Господи помилуй. Благослови, Благословенную и славную Владыцу, Нашу Богородицу, Христа Дебу, Мою и со всеми святыми поминушек, Сами себе и друг другами, Животно, Христу Богу предади. Благослови, Благослови, Достояние Твое, Исполни, Церкви Твое, Сохрани, Святилюбящие, Благолепие Дома Твоего, Ты тех, Воспрославив Божественной силы, Не оставив нас, Уповающих на Тя. Яко Твоя держава и Твое царство, силы и слава Отца, Сына и Святаго Духа, ныне пресной, вови Тебе Бог. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, вови. 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 Слава Отцу и Святому Духу, вови. Слава Отцу и Сыну 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 и Святому Духу, вови. Слава Отцу и Святому Духу, вови. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, вови. Слава Отцу 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 и Святому Духу, вови. небесе мудрость прости и дети поклонись и преподобно Христу, спаси насильник Божий воскреси из мертвых поющих тихо, Аллилуйя. Светлое воскресенье проповедь от ангела, увидевшей Господней ученицы и прадед дня зажжения отвеша апостол, варившийся по голову и справедливость от Свет